Добрый день, я Физпект. На моем канале очень много роликов с тематической подборкой девайсов. Самые дешевые, самые красивые, самые популярные, или проверка какой-нибудь компании. Это все, конечно, здорово, но с этими рубриками я начинаю забывать о том, что существуют, черт возьми, просто годные девайсы. Те самые, которые гуляют по гиковским чатикам, благодаря которым поднимаются начинающие техноблогеры, и те самые, которые бьют рекорды продаж на Алиэкспрессе. Для подписчиков, которые смотрели мои новостные рубрики, в курсе о том, что сейчас клавиатура за 5000, полгода назад стоила 15, появились новые сенсоры типа 3950, всякие мышки из магнезиума. И в целом, за последние полгода очень много чего изменилось в лучшую сторону, и именно о таких девайсах сегодня пойдет речь о самой базовой базе. Я купил три лучшие клавиатуры до 5000 рублей, Roll Clutch R75, Adjust 820 Pro и Aula F75. Также куча мышек, например, VXE R1, на сенсоре SE, и что это вообще такое, более богатые вариации этой же мышки, а также самую дешевую мышку на 3950 сенсоре, новый который, с док-станцией. А также на конкретном примере расскажу, что такое EEM наушники, и почему ты за меньшие деньги получаешь более качественное звучание, которое еще больше раскрывается с обновлением от Яндекс.Музыки, теперь в рамках подписки Яндекс.Плюс. Ты можешь слушать любимые треки в Lost Less качестве, так как их задумывали артисты. Для этого в мобильном или дистопном приложениях Яндекс.Музыки выбирай один из трех режимов. Превосходное, оптимальное и экономичное. Все зависит от скорости интернета и объема памяти на твоем устройстве. Но если хочешь ощутить реальную разницу, то превосходное как раз подходит для наушников с высокими характеристиками. Давайте посмотрим, как это работает на хорошей гарнитуре типа DT990. А теперь я просто беру и ставлю превосходное качество звука. В таких наушниках звук действительно улучшается, но мне теперь стало интересно протестировать это на других своих устройствах. Ну что же, прошло пару дней тестов и с уверенностью могу сказать, что звук действительно улучшается. Не везде, потому что треки некоторые изначально плохо записаны, но глобальный экспириенс от прослушивания музыки улучшился. Особенно в качественной гарнитуре. Но, конечно, лучше лично проверить и убедиться как в качестве наушников, так и в Lost Less качестве в Яндекс.Музыке. Ссылочка в описании. Чтобы не было так скучно, девайс обозревать я буду в разноброс. И начну именно с клавиатуры Royal Clatcher K75, которой я дольше всего пользовался, потому что она мне раньше всех пришла. На сегодняшний день эта клавиатура является эталоном бюджетности. И буквально за три месяца ее купили 1600 человек. На одной карточке товара в официальном магазине и 4500 на другой карточке товара также в официальном магазине. Я впервые вижу, чтобы оценка была 5. Не 4,9, не 4,8, а 5. Это очень сильно. Стоит она 3400 рублей, и здесь я должен сделать важное уточнение перед следующими девайсами. Озвучивать ценник я буду именно со скидками, потому что за столько я брал, и 80% времени они находятся именно со скидками. Грубо говоря, если вы перешли по ссылке в описании и увидели, что она стоит дороже, вам достаточно просто подождать пару дней. Ну что же, сама клавиатура. Дизайн просто пушка. Конечно, вы сейчас скажете, что это вкусовщина, но по-моему тут объективно она просто выглядит максимально мило, приятно, мягко и превосходно. Дизайн дополняет у нас очень качественные кепочки из PBT-пластиком, двойного литья, MDA-формат. Мне нравится MDA, лично мне на нем печатать удобно, причем сама клавиатура еще удобная. Кнопка Delete, Home, Page Up, Page Down и вот это пространство между стрелочками. Это важно в сравнении с другими клавиатурами будет, потому что спойлер, среди всех трех клавиатур на ней печатать удобнее всего. Но нету принскрина. Его нужно перебинживать, либо делать Fn Plus Home. Но опять же спойлер, на всех трех клавиатурах не будет принскрина. Количество шумки за 3400 рублей поражает. Я не знаю, как китайцы на них зарабатывают, у меня, честно, еще мозг не переформатировался, что за такие копейки ты получаешь такой жирный комплект. Кстати, насчет комплекта, не только внутреннего, а внешнего, у нас есть пуллер, медиатор, чтобы разбирать клавиатуру, а также дополнительные свитчи. Кстати, интересный факт, вот сколько я занимаюсь обзором девайсов, клавиатур всяких, я только недавно узнал, зачем кладут дополнительные переключатели в комплект, такие же. Казалось бы, положи другие свои свитчи, чтобы их порекламировать, а оказывается все проще, это если у тебя какой-нибудь сломается, ты мог его заменить. Ну я глупий, шо подделать. У клавиатуры есть флекскаты, это такие прорези на плате, чтобы когда ты нажимал, она у тебя продавливалась. Бесполезная абсолютно функция, но выглядит прикольно, ощущается прикольно. И здесь она флексит сильнее всего среди трех клавиатур, которые будут сегодня в ролике. Смазка есть, но ее мало, но из плюсов она не пересохла, потому что пересыхать толком нечему, и звук у меня за два месяца не изменился. В целом, если вы ее возьмете, можете еще заказать смазочки, доработать ее. Стабилизаторы ХЗ, какие здесь стоят, нигде не написано, ни в документации, ни на сайте, ни гравировки никакой нету, но стабилизируют они классно. Вот переключатели, это уже интересно, потому что я взял себе сильверы, и они интересны тем, что у них ход срабатывания 1,3 мм, при этом они 48 граммовые, очень легкие. И тут такая синергия получается вместе с дизайном, то, что сама клавиатура выглядит как-то такая воздушная, мягкая, и при этом нажимается она легко и активируется быстро. В общем, мне прям мега зашло. Если будете брать, наверное, я советую тоже на сильверах. Ну и по мелочам, роллер немного люфтит, есть переключение на Mac, под пробелом у нас есть шумка, но на самом кейкапе пробела шумки нету. Очевидно, это строение gasket mount, тут есть hot swap и вообще полный жир этой клавиатуры. За 3400 это буквально копейки, лучшее решение среди самых бюджетных. Если у тебя есть задача потратить минимально денег на хорошую клаву, вот с нее именно стоит начинать. Soundtest, let's go! Идем дальше к самым бюджетным мышкам. Это достаточно обширная тема, но я постараюсь кратко. Но для того, чтобы было кратко, нужна предыстория. Существует такая компания как VGN, у нее есть суббренды это VXE и ATK. И эти два суббренда выпустили мега бюджетные мышки на каком-то непонятном сенсоре SE, а также обычные версии мышек Pro и Pro Max версии. И это еще не все. Наши ребята из Dark Project и IO сделали со всем этим делом коллабу, где бюджетные мышки на сенсоре SE достались компании IO, как бюджетные, и более элитные Pro и Pro Max версии Dark Project. Скажу честно, прямо изначально я заказал просто одну мышку на сенсоре SE, чтобы посмотреть на новый сенсор и на самый бюджетный грызун. Но впоследствии без предупреждения мне выслали вот эти четыре мышки для теста, даже не для видоса. Но так как я в любом случае обозреваю R1 SE, то почему бы не поговорить еще и о других. Не в контексте рекламы, потому что отличается здесь только дизайн и скорость доставки. Поэтому по сути, слушая о коллабе, ты слушаешь про оригинал, просто в другом дизайне. В общем, погнали. Итак, вот эта табличка будет появляться очень часто для сравнения и наглядности. Начнем с самой бюджетной мышкой на Алиэкспрессе VGN VXE Dragonfly R1 SE. Цена 2400 рублей, приставка SE, значит это урезанный 3395. Вместо 26000 DPI у нас 18, вместо 650 IPS у нас 400, и вместо 50G у нас 40. При этом поддержка частоты опросов 2000 Гц у нас остается, что не может не радовать. Аккумулятор на 250 мАч, что гарантирует 35 часов работы на 1000 Гц. При этом переключатели у нас хуанчики на 20 миллионов. Мышка собрана качество, не продавливается, не скрипит, не люфтит, приятно нажимается, как за 2400 рублей радиоканал. Энкодер приятный, боковые микрики тоже хорошие, глайды не самые дешманские. И на этом обзор бы закончился, типа если хотите себе максимально бюджетный грызун, берите R1 SE и не парьтесь. Но так как мне выслали 4 мышки, тут оказалось, что Айо достался не просто сенсор SE, а SE+. Где уже и миллиампер часов побольше, которого хватит на 70 часов, и переключатели получше. Хуанчик Blue Transpair NT-V2. А теперь вопрос, насколько это улучшение будет дороже? Блин, до 200 рублей всего лишь. И получается, что если хочешь аккумулятор побольше и доставочку побыстрее, переплачиваешь 200 рублей и берешь Айо. Потому что на официальной страничке SE+, не продается. Получается досталось эксклюзивом для Айо. Ну и ладно, а мы идем дальше уже без приставки SE, уже с полноценным сенсором 3395, что же там у нас отличается от версии к версии. На самом деле много чего, но если рассказывать обо всем, ролик очень сильно затянется, поэтому проще поставить видос на паузу и почитать эту табличку. Если вкратце, я бы не советовал смотреть на обычную R1 версию, потому что у нее нету поддержки Nordic, то есть 4К. А разница между Pro и Pro Max версии только в аккуме и переключателях. Либо у тебя на 90 миллионов, либо на 100 миллионов. И кликает Pro Max поинтереснее. Только вот есть одно но. Если SE сенсор ты переплачиваешь 200 рублей за Айо и получаешь получше, здесь за коллабус ДП ты переплачиваешь 2000 рублей. Да, ты в комплекте получаешь донгл для 4К ресивера и дизайн получше и доставку побыстрее, но как по мне все равно дороговато. 7500 и 4400 это разговор уже таких серьезненьких денег. И там уже на горизонте маячат и 3950 сенсор мышки, и всякие док-станции, и магнезиум вообще. Так что брать ДП, если нравится дизайн, и нужна скорость доставки, и ты готов за это переплачивать. А в целом, если вердикт по мышкам проводить, это годнота. Именно сборка, клики, глайды, переключатели за такие копейки, это прям вкусно. Спросите, а почему так дешево эти мышки стоят, типа за 4000 топовую получить, потому что она уже не топовая, она притоповая. Что не делает этот сенсор хуже, там разница в погрешности, но при этом цена очень стала вкусной. Находите на Алиэкспрессе VXE, ATK, смотрите на коллабы с этими брендами от Айо и ВГН, сравнивайте цены и смотрите на таблички, в чем что отличается. Эти мышки станут базой на ближайшие пару лет. Дешево, сердито, классная сборка и отличие в начинке в зависимости от твоего бюджета. В общем, годнота. Ну что же, я надеюсь вы не устали от этого душного монолога про мышки, мы наконец-то переходим к клавиатурам, это Adjas AK820 Pro. Сразу скажу, чем отличается Pro и не Pro версия. Ну, естественно, ценой и наличием аккумулятора с экранчиком. 4400 рублей, скдыщ. Эта клавиатура также имеет хотсвап, гаскет структуру, флекскаты, но флекс она поменьше, чем РК. Кейкапы ПБТшные, тоже очень качественные, при этом необычные, такие скругленные. Мне нравится, как она выглядит. Не скажу, что больше, чем РК, чисто по вкусу, но необычности это явно добавит твоему затапу. Если вам интересно, удобно это или неудобно, лично я разницу вообще не вижу. Для меня это скругление просто визуальная особенность. Но при этом можно взять и другую клавиатуру без подобного прикольчика. Шумопоглощающие материалы здесь идентичны РК, прям то же самое. Если сравнивать с РК, те же самые 48 грамм, но точка срабатывания в 2 миллиметра, а не в 1,3. Что лично мне нравится немножечко поменьше, но для людей с большими колбасками на руках меньше ложных срабатываний будет. У этой клавиатуры также немного люфтит колесико регулировки громкости. И давайте уже наконец-то перейдем к какому-то сравнению и выводам, потому что эти клавиатуры все хорошие, все очень базированные и классные. РК, АДЖАС и АУЛУ стоит сравнивать вот именно между собой. Это самое интересное, потому что без контекста они все великолепные. И вот если сравнивать АДЖАС с РК, тут появляются некоторые проблемы. Но сначала нужен обязательно саундтест. Смотрите в чем прикол. Отметаем фишки с экранчиком и аккумом и представим, что мы взяли АДЖАС АК 820 не про версию за 3100 рублей. И тогда получается, что АДЖАС дешевле чем РОЙЛ КЛАТШ. И ровно на эту разницу в 300 рублей она примерно и хуже. Как бы пробел это самая главная кнопка клавиатуры, самая проблемная. И именно здесь она больше звенит. Я даже не знаю по каким причинам, потому что шумка идентичная, свечи хорошие, стабилизаторы такие же. Но пробел почему-то мне нравится меньше всего. Да и в целом звучание по клавиатуре немножечко разнится от кнопки к кнопке больше чем на РК. Важное уточнение, клавиатура неплохая, она классная, если не брать ее в контексте сравнения. Просто она где-то на процентов 5 звучит похуже чем РК. Но если тебе нравится больше дизайн, экранчик, аккумулятор тебе важен, то она станет лучше для тебя чем РК. Потому что разница в звуке несущественная, незначительная. Короче советую, годнота, но лично я бы за 3500 взял бы РК. Вот и все. Но мы недалеко будем уходить от бренда АДЖАС, потому что мы переходим к их мышке. На 3950 сенсоре, самым новейшим, самым лучшим. Так мышка еще и с док-станцией. АДЖАС АДЖЕ 159 АПЕКС. Очень важна приставка АПЕКС, потому что есть такие же мышки без нее, и это на старом сенсоре. А вот АПЕКС это новый 3950. 4750 рублей, я ее брал за 6, и она тогда была самой дешевой из док-станции на 3950. И сейчас она также самая дешевая. Повыходили новые мышки, но это просто взяла и снизила цену. Она все так же остается самой дешевой на новом сенсоре. Ну что же, летс гоу, коробка просто уф, какая же она красивая и приятная. В комплекте у нас и грипс, и глайды, и вот эта пресловутая док-станция. Вообще здесь док-станция выступает в роли передатчика 8К Герц. И это мега гениально, потому что так или иначе эти передатчики нужно высовывать поближе к мышке, чтобы минимизировать задержку. А здесь у тебя и вот эта штука стоит, она еще и светится, она еще и мышку заряжает, информацию по мышке показывает. И вообще нравится. Я считаю, хотя кому не насрать, что все производители вот подобных ресиверов должны делать не просто вот такой вот маленькой черной невзрачной коробочкой, а именно док-станция, потому что это все в одном. Но что же по самой мышке, моему персику, мандаринке, апельсинке, как же она сочно выглядит, боже мой. Это очень красивый насыщенный свет. Так еще есть голубая версия, тоже выглядит, как по мне, недурно. Если есть такие варианты, брать белый или черный, это преступление, они максимально скучно выглядят по сравнению с этими двумя цветами. В чем прикол 8К Гц и в чем прикол нового сенсора? Начнем с сенсора. Разница между 3950 и 3395 в DPI. Вместо 26 тысяч теперь 30. Вообще насрать. А вот скорость отслеживания здесь больше. Вместо 650, 750. Это говорит уже о плавности мышек, а значит более точная наводка. Новый сенсор, грубо говоря, плавнее и точнее. А 8К это уже всякие док-станции и приемники, и, грубо говоря, минимизация задержки между мышкой и компьютером. Да, в интернете много слухов, что это ни на что не влияет, и вообще они не видят разницы, и эта переплата ни за что. Ну не знаю, что тут сказать. У людей либо большой пинг в мозгу, либо они просто не пользовались такими мышками. Из-за того, что много слухов, я не хочу нарваться на агрессивных защитников говна. Поэтому скажу только за свое ощущение. Я разницу вижу, когда перешел с 1К на 4, я ее заметил. И когда сейчас перешел с 4 на 8, я также разницу заметил. И когда я попользовался 8К Гц, а потом перешел обратно на 1, мне вообще показалось, я по блютусу работаю мышкой. И нет, это точно не самовнушение. Как минимум, мне уже некомфортно сидеть на 1К Гц. И лично мое мнение, да, переход на новый сенсор и переход на 8К Гц стоит своих потраченных средств. Лично мое мнение. Не ругайтесь, не кидайтесь палками, пожалуйста. Но есть еще один забавный моментик. Вот я наткнулся на ролик, где паренек рассказывает о том, что у него в Майнкрафте разрывы происходят. Игра не поддерживает 8К Гц. И где вообще посмотреть, какие игры поддерживают 8К Гц. Из-за этого он оклеветал мышку как бесполезная функция. Хотя это всего лишь минимизация задержки. На игры она никак не влияет. А у него, скорее всего, просто появился какой-то брак. Во что мне легко поверить, потому что переходим к минусам мышки. Глайды. Мое почтение, дешевле можно было сделать только их отсутствие. Я понимаю, что мышка самая бюджетная. Но вы же в комплект положили еще одни точно такие же дерьмовые глайды и грипсы. Выкиньте их и поставьте чуть-чуть получше. Зачем вы потратили деньги на допкомплект, если за эти деньги можно было поставить лучше, мне неизвестно. Но глайды здесь максимальное дерьмецо. Так что, если ты захочешь купить эту мышку, готовь еще отвалить 700 рублей на хорошие сразу глайды. Идем дальше. Это сборка. Я промолчу про то, что если ее продавить, она сюрприз-сюрприз продавливается и поскрипывает. Ситуация в другом. Слушайте. Вы думаете, офиспект лох на брак попался. Но так уж получается, что у мышки 545 проданных экземпляров. Прямо сейчас я смотрю в момент озвучки. На моем стриме сидело 200 человек. И среди них я нашел два подписчика, у которых есть эта же мышка. Это просто ужас. Если глайды еще как-то можно оправдать то, что это самая бюджетная на 39.50 мышка, то вот эту ситуацию ты уже никак не пофиксишь банальной доплатой за новые глайды. Это все, это с тобой на всю жизнь. Мне тяжело на нее ругаться, потому что за такие копейки столько всего предлагает. И новый сенсор, и док-станцию. Но потом я включаю голову и понимаю, что насколько бы она дешево не стоила, в любом случае ты получаешь мышку с конкретным минусом. И если вы думаете, что ну я не буду мышкой бить, я не буду на это обращать внимание, сами кнопки, когда ты на них нажимаешь, они поскрипывают. Этого не слышно, это именно пальцем ощущается. Короче, я не знаю, какие итоги этой мышки подвести, я бы ее себе не брал. Но при этом она невероятно дешевая. Так что смотрите, если готовы мириться вот с этим, ладно, окей, покупайте, но я вам не советую. И получается, что сегодня мы проверяем самые хайповые и лучшие девайсы 2024 года, и один из них оказался не идеальным, как казалось на бумаге. Как говорится, в семье не без уродов. А мы идем дальше, наконец-то, к самому главному боссу этого видоса. Мой личный фаворит, Aula F75. 4200 рублей, скдыщ, брал на переключателях Reaper Axis. Давайте я сначала скажу минусы этой клавиатуры, их всего два, они несущественные. Первый, это, как по мне, скучный дизайн по сравнению с другими клавиатурами сегодняшнего ролика. И второй минус, это угловатые кейкапы. Я один из тех людей, который нажимает на Ctrl не мизинчиком, а подушечкой руки. Поэтому для меня скругленные кейкапы всегда предпочтительнее, но это максимально вкусовщина. А не, не два, четыре минуса, опять же, несущественные. Это, опять же, люфтящий немножечко роллер, хотя он на всех клавах люфтит. И слева есть индикатор, который в выключенном состоянии иногда боковым зрением похож на грязь. Это все минусы, максимально несущественные, субъективные. И теперь давайте переходить к плюсам, но для начала нужен саундтест. Благодаря чему такой звук? Благодаря начинке. Да, это все тот же gasket mount, это все тот же hot swap, flex cut. Кстати, флексит она меньше всех. А почему она флексит меньше всех? Потому что здесь гораздо жирнее слой шумки. Причем жирнее во всех смыслах. Силиконка просто толще и плотнее. Пароновый слой шумоизоляции тоже толще. И кейкапы толще. Все более плотное. В невооруженном глазом можете заметить, насколько плотно здесь все находится. И насколько толстый слой всего, что только можно внутрь засунуть. Обратите внимание, что роллер и порт питания находятся на так называемых дотербордах. Грубо говоря, не обосные шлейфики, а нормальные дискретные платы питания, которые сидят в своих пазах. Из-за чего, опять же, внутри все более плотно и нету микровибраций. Напоминаю, стоит она 4400, как и аджаз. У нее также есть аккумулятор на 4000 мАч. То есть она беспроводная. Но нету экранчика. Мне на него, честно, насрать. Учитывая, насколько классно она звучит, насколько хорошо она внутри сделана. Переключатели у нас 45-граммовые. С ходом срабатывания 1,8 мм. Очень качественные, хорошие, смазанные. Ролик уже и так длинный, поэтому в Telegram по ссылочке в описании залил саундтест всех трех клавиатур и всех мышек. Чтобы вы наглядно одним роликом могли сравнить. Но даже без этого, я думаю, всем очевидно, что AOLA это буквально фаворит лучшей сегодняшнего ролика. И подобные клавиатуры, такого качества, такой начинки, переключатели, смазки и так далее. Продавались бы где-то год назад за 15-20 тысяч рублей. А сейчас ты можешь ее взять за 4400. Это, я не знаю, как мне дальше вести свою карьеру техноблогера по девайсам. Потому что, ну, на этом как будто бы все. Мы прошли сюжетную ветку клавиатур. Дальше можно выполнять сайдквесты. Мышки, наушники, столы, стулья, да что угодно. Но с клавиатурами все, я не представляю, как можно еще сделать за такие бабки лучше. Из сегодняшних трех клавиатур AOLA мне понравилось больше всего. Своим звучанием и начинкой. А мы переходим к последнему. Наушникам и емным, впервые пользуясь подобной штукой. Ребята, 1600 рублей. Чтобы описать качество звука, мне хватит одного слова. Охуенно. Советовать всем я их тоже не могу. По тем же причинам, почему я не могу ими пользоваться, сейчас расскажу. Но в тот же момент это качество звука, оно не сравнится ни с чем. И это лучшее, что можно получить за такие бабки. Смотрите, в чем прикол. Они вообще неудобные. Начиная от того, что ты просто банально путаешь лево с правым. Постоянно нужно распутывать сам провод, так как он такой весь закручивающийся. Вот эта идея с тем, что у тебя провод держится за верхнюю часть твоего уха. То есть закручивается проводулька, чтобы не выскакивали. Это, конечно, хорошо. Но мои уши оно натирает. Ну и заканчиваем самым основным и банальным. Я не переношу капельки вообще ни в каком виде. Мне неприятно, когда что-то находится внутри моего уха. Насколько бы чистыми мои уши не были. Мне неприятно. А когда ты разговариваешь в этих наушниках, становится вообще страшно. Потому что, в отличие от обычного разговора, когда ты затыкаешь себе уши, ты не слышишь свой голос. Но вибрации продолжают передаваться через твой мозг в уши. И это очень мерзко и неприятно. И сейчас фанаты емок и капелек пошли мне писать. Да это твои особенности. Мне не так, мне нормально. Да и хрен с ним. Я же говорю про свои ощущения. Для меня это табу. Мне неприятно. Мне некомфортно. Мне неудобно. Мне натирает. И я чувствую себя не собой. При этом качество звука мое почтение. Вы обязательно должны их попробовать. Чтобы понять, как за такие маленькие бабки 1600 рублей делают настолько качественное звучание. Такого экспириенса вы не испытаете нигде. Но пользоваться ими на постоянку сможет только очень маленький процент людей. Поэтому я советую сначала заказать максимально бюджетные. Как у меня. И только если все мои минусы для тебя не минусы, присматриваться на более дорогой вариант. Подписчик на стриме написал то, что купил емки за 26 тысяч. Попользовался пару дней и они у него лежат уже 2 месяца. Это не для всех продукт. Но очень интересен. Поэтому, чтобы не потерять деньги, попробуйте сначала максимально бюджетные. А пока не попробуешь, все разговоры Фиспекта о том, какие они плохие или хорошие, не имеют смысла. Ведь я не способен описать качество звука. И я не знаю, как ты отнесешься к подобному строению. Но я точно знаю, как ты отнесешься к таким длинным роликам. Ты, скорее всего, с кайфом похавал. И я думаю, за это стоит влепить мне лайкосик. К тому же, в этом ролике должна была быть мышка в L-Mouse Best X Max из Магнезиума и клавиатура в EF-75. Но, как видите, их нету, потому что видосы так длинные. А следующий ролик будет про прокачку моего игрового места за миллион. И эти девайсы станут моими основными. Если тебе интересен на них обзор или посмотреть, как я буду прокачивать место, и ты не подписан на канал, обязательно подписывайся. Спасибо большое за просмотр. Пользуйтесь только лучшими девайсами. И оставайтесь такими же классными. Пока.